Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Ильича. Спасите и реформируют. Почему очереди в поликлиниках становятся длиннее, а пациенты злее? Давайте жить дружно. В НАТО хотят, чтобы Украина помирилась с Венгрией. Что предлагают? Вам письмо, от кого невестка американского президента получила конверт с белым порошком. В ответе за реформу Минздраву нужно усилить контроль за выполнением новых норм в регионах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства обсудил с представителями профильного министерства закупку лекарств и вакцин. Вспомнили и о реализации госпрограммы «Доступные лекарства». По словам чиновников, в некоторых регионах она практически не работает. Премьер потребовал от Минздрава тщательно следить за ходом медреформы и продуктивнее сотрудничать с местными властями. Я хотел, знаете, что запитать? Зоглядом на то, что мы сейчас входим в процесс изменения самой системы охраны здоровья, каждый день он будет очень чувствительным. Поэтому я бы хотел, чтобы максимально эффективно и качественно работала команда Министерства охраны здоровья. Люди должны получать нормальное финансирование. Нужно, чтобы были доступные лекарства по всей стране в реальном доступе, а не так, как сегодня мы видим, в певных неправительных территориях. Давайте покупаем найкращие вакцины, найкращих производителей, найвищую качество. И выйдем и скажем, мы даем гарантию. Это найкращие производители, найкращие в краях и так далее. При нынешних темпах вакцинации победить корь в Украине удастся только через 5 лет. Так заявляют в Минздраве. Ситуация остается напряженной. За минувшую неделю заразились почти 800 человек. В лидерах Ивано-Франковская, Одесская и Закарпатская области всего с начала года заболели более 4000 человек. Умерли трое детей и двое взрослых. Впрочем, есть и обнадеживающие цифры. Вакцинированы уже 75% малышей, которые в свое время пропустили прививку. Эту динамику нужно сохранять, настаивают в ведомстве. Если мы продолжим вакцинироваться в таких темпах, как вакцинируемся в конце второй половины 2017 года и начале 2018 года, хотя бы в последние 5 лет, мы болезнь вообще выживаем из территории Украины. Если мы перестанем вакцинироваться, следующий подъем заболевания Синакир будет у нас через 5 лет. Это в 2022 году. Медреформа в действии. Новая система регистрации пациентов. В поликлиниках уже заработала на нововведение. Должно было сократить время оформления людей в регистратуре. А вот что вышло на деле, расскажут мои коллеги. В Ивано-Франковске все поликлиники с электронной системой регистрации пациентов. Работает она уже 4 месяца. Вот только очередей, как было обещано, меньше не стало. Я когда-то ждала, ждала, ты упала. А потом мне поставили на лапку, ты дали уколу. Как людей много, ты и треба ждать, чтобы она записала. У меня не такая, очень сильная разница. В соцсетях, пишут пользователи, очереди не только не уменьшились. Наоборот, если раньше получить талончик в регистратуре можно было за 2-3 минуты, то теперь на это уходит не менее 15. Толпы людей возле регистратуры в этой поликлинике постоянно. Очереди действительно есть, признаются в поликлинике, но уверяют, это временно. Дескать, все изменится, когда база пациентов будет окончательно создана. На это уйдет еще несколько месяцев. Ведь из 40 тысяч жителей пока зарегистрировали только 7. Под выконочком черга велика в данный момент, потому что люди начинают регистрироваться. Черги уменьшатся на человеку, который уже зарегистрировал, ну 3-4 минуты. Главврач поликлиники уверяет, несмотря на все неудобства, люди системой довольны. Я делала мониторинг и разговаривала с нашими пациентами. И вы знаете, я скажу, они задовольны от того, что они, понимаете, что он прийдет на первую часу, допустим, и он попадет к лекарю. Понимаете? И он не ждет в черзе. Мы искали таких довольных пациентов среди посетителей, но ни одного не встретили. Не подобается мне система. Ну, потому что разные годы. Четыре дня я уже прохожу медкомиссию. Разные лекаря, разные день. Мне кажется, что легче было раньше пройти. Михаил сегодня записался к нескольким врачам, но попасть к ним сможет только на следующей неделе. Причем к поликлинике ему снова придется провести целый день. Прием у одного врача утром, а у другого вечером. Но медики неумолимо считают, что проблемы с электронной системой незначительные. И людям к ним придется попросту привыкнуть. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковская. Украина на 72-м месте из 80 стран для комфортной жизни пенсионеров. Рейтинг составило американское издание US News. По соседству с нами Ангола и Алжир, Россия в списке занимает предпоследнюю строчку, уступая только Ирану. А вот Новая Зеландия уже второй год подряд является лучшей страной в мире для жизни на пенсии. Обложить налогами миллионеров, чтобы повысить пенсии ветеранам-силовикам. Такой выход предложил нардеп Каплин. Он уверен, что по-другому пересчитать выплаты не получится. Для этого он предлагает снять ограничения для единого социального взноса. То есть чем выше официальная зарплата, тем больше взнос. По подсчетам нардепа, так можно пополнить госбюджет минимум на 10 миллиардов гривен. Если власть не решит проблему с перерасчетом пенсии, то ветераны выйдут на массовые митинги по всей стране, отметил Каплин. Мы имеем законопроекты, которые позволят вам найти эти несколько миллиардов гривен, чтобы вы, дорогие наши, смогли профинансировать перерасчет пенсии. У нас есть тысячи директоров предприятий, руководителей центральных органов влады, заступников министров, министров, которые получают зарплату на уровне 400 тысяч гривен. Податки сплачуют до пенсийного фонда зарплатные только из 30 тысяч гривен. И таких героев, новых украинских героев в лапках, в стране тысячи. Мы обраховали, подготовили законопроект. И он предпочитает дополнительное отходление до бюджета на уровне 10 миллиардов гривен. Военные пенсионеры Бердичева уже собирают подписи под обращением в международные судебные инстанции и тоже грозят акциями протеста. Все подробности в следующем материале. Военные пенсионеры в Житомирской области уже собрали полторы тысячи подписей по требованиям к нардепам и правительству пересчитать им пенсии. Андрей, как и его побратимы, попал под первую волну мобилизации. Говорит, те, кто пришел из АТО, при перерасчете пенсии получили неприятный сюрприз. Мы призваны 26 марта 2014 года. Мы вернулись после АТО, подали документы на перерасчет пенсии. И вот в чем маразм она всей ситуации. Я привез свои документы, мне насчитали плюс 40 гривен. За то, что я год с первой волны мобилизации, за то, что я год отвоевал. Пенсионеры сокрушаются. Терпение ждать перерасчет закончилось. Готовится всеукраинская акция. Пока же пенсионеры собираются в небольших залах. Кроме пенсионной реформы, люди также возмущены и ситуацией в медицине. Одну тижню берешь одно лекарство, такая цена. Приходишь через тиждень, уже на другое. Другая цена вышла. Это невозможно, это вытянется. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко, который приехал сегодня в Бердичев, заявил. В конце прошлой недели политсила обратилась в Конституционный суд с требованием отменить медреформу. Оппозиционеры также добиваются отставки временной главы Минздрава Ульяны Супрун. Мы принесли постанову, потому что эта человек вообще профессионально не отвечает своей посадке. Они сделали страшные вещи. Они приняли в парламент так называемую медичную реформу. Они практически не узаконены платной медициной. Она и так была платной. Но сегодня уже есть расценки на операции, на все это. И не понимали людям, откуда брать деньги. Другой, они отменили государственное урагование тоже на лекарство. Сказали, что у нас европейская страна завозит заход лекарства. А заход лекарства проходит через несколько посередников. И появляется, что цена больше даже в том, чем в Европе. Дороже, чем в Европе, говорит Бойко, скоро может быть и газ для населения, если Украина в очередной раз поднимет цены до рыночных, как того требует МВФ. МВФ он требует жестко. Он требует повышения цен на газ. И то, что сказал премьер-министр, мы уже видим, что повышать цены на газ они будут. Это неправильно. Это антинародно. Это вообще противоречит всему здравому смыслу. То, что требует МВФ до уровня импортного газа, это вообще неприемлемо. Какое отношение имеет наш газ, который добывается у нас, к тому, что мы покупаем из-за рубежа? Ну, какое отношение? Это газ, который по Конституции принадлежит всему народу, принадлежит людям. И всегда его хватало для населения. Никогда не было цены на газ внутренний, а равна импортному. Окончательного ответа от власти по поводу тарифов и перерасчета пенсии люди будут ждать до конца недели. Если они его не получат, обещают выйти на акции протеста. Павлина Василенко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Четыре раза боевики обстреляли позиции сил АТО с начала суток. Из минометов и крупнокалиберных пулеметов били на Луганском направлении, возле Троицкого и Новозвановки. Под обстрелом оказались и украинские военные в районе Светлодарской дуги. Об одной из атак расскажет Ирина Баглари. Дмитрий вспоминает свой первый обстрел. Месяц назад боевики накрыли их позицию из гранатометов. Теперь 18-летний боец уже хорошо изучил огневые точки противника. Они почти каждую ночь вспыхивают от выстрелов. Там, біля той зеленой брами, у них бліндажики. Они звездом тоже любят лупить. Но самое частое шли, но лупить у дуги там. Там, где у того руина, того стена. Стреляли и прошлой ночью. Година десь так, третья, я как раз тогда на змине стоял. Начали доночными так, нас хотели, хочу спровоцировать. Во время обстрела наши бойцы заметили несколько фигур в полный рост. Боевики, как оказалось, минировали территорию перед позициями украинских военных. Завязался бой, диверсанты миньора скрылись, пока группа прикрытия засыпала армейцев гранатами. Это не первая и не последняя атака противника, уверены военные. Ведь накануне бойовики даже днем пошли в наступление. Очевидно, рассчитывали застать пехотинцев врасплох. Мы начали стрелять из нашего ДШК, ну и все заспокоилось. Очень быстро их заспокоили. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер. Партнеры, несмотря ни на что. Петр Порошенко встретится с генсеком НАТО на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет с 16 по 18 февраля. Традиционного заседания Украина-НАТО в этот раз не будет. Его блокирует Венгрия. Может ли это повлиять на отношения Альянса с Киевом, выясняла Елена Абрамович. Увеличение взносов от стран-членов и усиление безопасности. Такие традиционные темы, которые обсуждают в штаб-квартире Альянса. В этот раз должны принять решение о запуске нового объединенного атлантического командования. И отчитаться, кто на сколько нарастил свои взносы. К 2024 году мы ожидаем, что как минимум 15 членов будут тратить 2% ВВП или больше на оборонные нужды. Это прогрессивное начало, но нам по-прежнему предстоит долгий путь в этом направлении. Обычно на полях встречи министров обороны происходило и заседание комиссии Украина-НАТО. Но в этот раз украинский министр обороны Степан Полторак не приедет, потому что заседания нет в программе. Блокирует его Венгрия, которая до сих пор недовольна украинским законом об образовании, который предусматривает постепенный переход на украинский язык, обучение для нацменьшинств. Генсек НАТО считает, что ключ к решению проблемы в руках Украины. Я говорил с премьером Орбаном и президентом Порошенко и призвал их найти решение и соблюсти баланс между правами меньшинств с одной стороны и полномочиями государства обеспечить изучение государственного языка меньшинствами с другой. Сейчас есть рекомендации Венецианской комиссии, и я призываю Украину присмотреться к ним, потому что они определяют путь, как решить вопрос между Украиной и Венгрией. Но это недоразумение между двумя государствами не станет помехой для сотрудничества между НАТО и Киевом, заверил Генсек. Техническая, консультативная и финансовая помощь от стран НАТО не изменится. Из Брюсселя Елена Брамович и Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Венгрия готова прекратить блокаду сотрудничества Украины с НАТО, но при одном условии. Его назвал министр иностранных дел этой страны Петер Сеятра. Будапешт требует, чтобы Украина не вводила в действие новый закон об образовании, пока не договорится с национальными меньшинствами. При этом Венгрии нужны юридические гарантии, специальный указ о приостановлении и реализации этого закона. Все страны, которые хотят сблизиться с НАТО, должны предоставлять национальные годичные планы. А украинский план включает вопрос о правах меньшинств. Мы отказываемся принимать тот факт, что по каким-то геополитическим причинам Украина собирается нарушить взятые на себя обязательства относительно стран или союзов, с которыми желает сблизиться. Если Украина серьезно планирует интеграцию с ЕС и НАТО, то должна соответствовать их ожиданиям и соблюдать их правила. Переполох в семействе Трампа. Сыну президента прислали конверт с белым порошком, похожий на тот, в котором политикам когда-то рассылали споры сибирской язвы. Все подробности знает Дмитрий Анопченко. У дома Трампа младшего сына президента, которому он передал контроль над всеми своими активами, накануне весь день дежурила полиция. Перепугались не на шутку, ведь им в квартиру, среди прочей корреспонденции, прислали пакет с белым порошком. Конверт открыла невестка президента Ванесса и содержимое высыпалось ей на руки. В 2001-м такие послания получали конгрессмены и журналисты от сторонников Бен Ладена. 17 человек тогда пострадали и пятеро погибли. Было принято решение о госпитализации. Ванессу Трамп на скорой в больницу увезли. Врачи говорят, женщина почувствовала недомогание и даже тошноту набрала 911. Но впоследствии выяснится, скорее всего, просто перенервничала, потому что эксперты не обнаружили в конверте никаких опасных веществ. Но семья Трампа восприняла этот случай весьма серьезно. Дональд-младший живет обычной жизнью, отказавшись от положенной ему по закону охраны. И его личную корреспонденцию вовсе не офицер секрет-сервис, а члены семьи принимают. И окажись в послании яд или взрывчатка, все было бы куда трагичнее. В итоге задумались теперь о том, чтобы частных секьюрити нанять. А происходящее считают происками тех, кто ненавидит главу государства. Дональд Трамп-младший выступил с официальным заявлением. Дескать, это отвратительно, когда противники демонстрируют свои политические взгляды таким вот образом. Люди, близкие к его семье, признаются, что до того момента, пока не стало известно, что в конверте только мел, он действительно очень сильно боялся за здоровье жены и детей. И если посмотреть сейчас на реакцию соцсетей и на реакцию американских медиа, то там нет злорадства, там в основном сочувствие. Пол Америки. Те, кто были за Клинтон, Трампов по-прежнему недолюбливают. Но и терроризировать. Всех, кто просто носит эту фамилию, американцы считают нечестным. Поэтому выходка не достигла результата. И скорее в плюс президенту и его семье сработала. А значит, эффект от новых конвертов с белым порошком оказался практически нулевым. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Круговая оборона. Военные летчики вступили в противостояние с Одесской мэрией. Кто кого? Хуже, чем думали. Секс-скандал вокруг британских благотворителей обрастает шокирующими подробностями. Сошел с дистанции. Почему японский спортсмен с позором покидает Олимпиаду в Пхенчхане? В Киеве сегодня простились с украинским философом и ученым Мирославом Поповичем. Панихиду отслужили в Национальной Академии Наук. Кем был этот выдающийся человек, расскажет Любовь Кукла. Конференц-зал Академии Наук. Тонны цветов сотни людей. Все пришли проводить в последний путь известного ученого, философа Мирослава Поповичем. Очень талановитый и светлый человек, который так нужен в нашей стране. К нему за советом шли едва ли не со всей Украины, в будущее которой он так верил. Для меня сегодня это не просто втрата великого украинца, великого государственного деятельства. Я могу сказать, что в определенной мере он был мой учитель. Сегодня очень тяжело. На самом деле очень сложно, что в этот исторический период выходят на тот мир люди, которые на самом деле моральными авторитетами, а с великими эдитами государственными деятельствами, люди, которые все свои жизни мечтали про успешную Украину. Мечтал, более того, действовал. Ученый был участником инициативной группы 1 декабря. Вместе с Гузером, Дзюбой и Брюховецким боролись за свободную Украину. Воевали на интеллектуальном фронте, чем вдохновляли молодое поколение. Это, напевно, один из тех, на кого бы хотелось ревняться. И, проживши до старости, я сподіваюся, залишитися таким же открытым в своих думках, в своих оценках, в своих поглядах. Работал философ, говорят друзья, не покладая рук, всего себя посвятил работе и Украине. А ему в ответ посвящали стихи. Он, по-моему, постоянно працював. Я его не памятаю, чтобы он відпочивав. Это был человек дивовижной працездатности, яку я уже знал больше 50 років. И с того часу, сколько я его памятаю, я написал цикл про познание и присвятил ему вирш первый, теория початку. Вот это все, что было с философией. Добрый и светлый, мудрец с белой бородой, жил на полную, не теряя веры, даже на больничной койке. И пополуч, який был весь обмотан, разными трубками, подключенный до аппаратов, и в косневой маске, он колядував разом с нами. Мы спевали «Радуйся земле». Похоронили ученого сегодня на Байковом кладбище. Любовь куклы Даниль Косаковский. Подробности. Телеканал «Интер». Отказалась от украинского паспорта Экас Гуладзе, которая с 2014 по 2016 год была первым заместителем главы МВД, возобновила гражданство Грузии. Сколько еще легионеров-реформаторов, побывавших у власти, уже не являются гражданами Украины, и кто из политиков с двойным подданством, выжив все возможные бонусы из украинского гражданства, в итоге избавится от него. Подробности в материале. Экс-заместитель министра МВД Экас Гуладзе отказалась от украинского паспорта, восстановив гражданство Грузии. До этого еще одна участница грузинского десанта, экс-глава национальной полиции Хатия Деканаидзе, также отказалась от украинского гражданства, восстановив грузинское подданство еще летом прошлого года. Впрочем, в Украине хватает действующих высокопоставленных чиновников без украинского гражданства вовсе, или имеющих двойное или даже тройное гражданство. Так до сих пор неизвестно, подтвердило ли украинское гражданство ИО-министра здравоохранения Ульяна Супрун. Глава Украфтодора, Славомир Новак, получил украинский паспорт, не отказавшись от гражданства Польши. Без украинского гражданства еще один поляк, Войцех Болчун, возглавлял крупнейшую транспортную госкомпанию Укрзалезнытью. Также засветились в скандалах с двойным гражданством и украинские парламентарии. Так в свое время журналист Василий Кручак опубликовал документы, указывающие, что у нардепа Вадима Рабиновича есть израильское гражданство. Сейчас проверкой этих данных занимается НАБУ. Если детективы антикоррупционного бюро подтвердят наличие израильского паспорта, тогда, возможно, Рабиновича ждет участь экс-нардепа Артеменко. И он может оказаться, нет, не в Канаде, конечно, а в Израиле. Там он обеспечил себе вполне шикарную пенсию. А вот если наши правоохранители отследят, как этот народный депутат, якобы с его же слов невъездной в Россию, оказался во Владимирском централе на опрометчиво распиаренной им же встрече с заключенным украинцем Карпюком, то ему светит не отъезд, а третий срок. Два в свое время он уже отсидел. И в психиатрической клинике тоже был, но всему свое время. Нардепа Борислава Розенблата признали потерпевшим по делу его задержания детективами НАБУ в аэропорту Жуляны. Такое решение принял Печерский райсот столицы. Таким образом, служители Фемиды удовлетворили жалобу Нардепа на действия сотрудников антикоррупционного бюро. Решение это обжалованию не подлежит. Мэру Одессы и троим его подчиненным доставили уведомление о подозрении прямо в город администрацию. Об этом заявили в НАБУ. По сообщениям СМИ речь идет об одном из самых громких скандалов приобретении мэрии завода Краян по завышенной цене. Напомню, в 2016 году здание предприятия купили участников за 185 миллионов гривен. Это в 16 раз больше той суммы, которую коммерсанты отдали за него ранее. Мэр Одессы Геннадий Труханов на рабочем месте не появлялся уже полтора месяца. То он был в отпуске, то в командировке и сейчас находится в Чехии официально с рабочим визитом. А пока в городе разгорается битва за взлетку. Против одесской мэрии выступила армия. Командование воздушных сил заявляет, что чиновники пытаются захватить землю, на которой находится военный аэродром. Участник присмотрели для застройки микрорайонов. В конфликте разбирался Андрей Анастасов. Почти 300 гектаров на окраине Одессы. Коммерсанты с разрешения мэрии планируют построить тут крупный микрорайон. Около ста многоэтажек, торговые комплексы, гостиницы. Но есть одно но. Минобороны утверждает, это земля военных. Более того, здесь расположен военный аэродром школьный с самолетами и вертолетами, которые несут боевое дежурство. В воздушном командовании говорят, чиновники их даже не предупредили о своих планах. То есть там стоят боевые летаки, вынищиватели, которые оснащены рукованными ракетами и полностью боекомплектом. Поэтому дело идет не больше, не меньше, чем про загрозу государственной безопасности Украины. Вот план-схема. Военному аэродрому проектировщики оставили примерно четверть всего участка. Но с двух сторон техника будет окружена жилыми домами. В мэрии считают, негативных последствий не будет, потому что взлетно-посадочная полоса все равно находится дальше. Говорят, военные действительно пользуются этим участком, но так и не удосужились получить землеустроительную документацию. А вот мэрия год назад это сделала. По крайней мере, треть территории перевела в коммунальную собственность. И в момент принятия, это было две сессии претензий со стороны смежных землепользователей, которыми считают себя военные, как бы не было на этот момент. В Минобороны парируют, обращались в мэрию за документацией и не раз, но большинство этих просьб чиновники игнорировали. Что же касается негативных последствий, то утверждают, они будут. Ведь стройка пройдет по территории, где сейчас могут совершать аварийные посадки, как военные самолеты, так и гражданские. Международный аэропорт Одесса находится по соседству. Схему будущего микрорайона мы показали эксперту в сфере авиации. Он обратил внимание на то, что жилые дома будут довольно близко расположены от взлетно-посадочной полосы. Говорит, по международным нормам, с точки зрения безопасности, такое допустимо, а вот как жильцы будут справляться с шумом, большой вопрос. Вот эта вот линия, она практически впритык к взлетным полю. Конечно же, если это будут фанаты авиации, которым нравится видеть самолет, как споттеры, смотреть с балкона и с этим свыкнуться, то, конечно, никаких вопросов не будет. Со своими претензиями военные уже обратились в Одесскую мэрию. Считают действия чиновников незаконными и намерены судиться, если у них попытаются отобрать территорию. Напомню, минувшей осенью у армейцев уже был конфликт с частным застройщиком, который демонтировал забор воинской части. Тогда дело едва не дошло до перестрелки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Мобильные коллекторы. Выбивать долги по алиментам теперь будут специальные группы ликвидации. Пока что они работают только в Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минюста. По данным ведомства, группы контролируют работу госисполнителей. Проверяют, как выполняются решения судов по взысканию алиментов с должников. До конца февраля проверки пройдут во всех регионах Украины. Очередное пьяное ДТП. В Буче под Киевом местные жители задержали водителя БМВ. Мужчина повредил несколько припаркованных во дворе машин и даже снес пару деревьев. Позднее выяснилось, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но от экспертизы он отказался. Местные жители утверждают, что нарушитель возглавляет один из военкоматов в Киевской области. В Киевском регионе водитель не впорався с керувствием. Сначала ударился в дерево, потом машину откинули, и он протаранил еще два автомобиля. С этого кермановича затримали местные жители, вызвали полицию. И когда приехал на ряд группы регулирования, то на кермановича клали протоколы по порушениям за скояние дорожной транспортной прибыли. А также протокол за то, что он перебывал в нетворежном состоянии. Героиня для палестинцев, преступница для израильтян. На западном берегу реки Иордан начался судебный процесс над 16-летней Ахеттамиме. Что произошло в декабре минувшего года и чем юная палестинка может заплатить за свою выходку, подробнее в материале. Инцидент в арабской деревне получил широкую огласку в сети. Рыжеволосая юная девушка толкает военного и отвешивает ему солидную пощечину. Видео транслировала онлайн в фейсбуке «Мать нападавшей». Через несколько дней обеих арестовали. А сегодня в военном суде начался процесс по их делу за закрытыми дверями. Суд решил закрыть двери на процессе Ахеттамиме, потому что боится, что люди придут сюда и увидят, что происходит. Систематическое нарушение прав палестинских детей. На ее примере прекрасно видно, как именно эти права нарушаются. Смейство Ахеттамиме из тех, кто регулярно протестует против оккупации западного берега. Ахетт с детства принимала участие в демонстрациях, активно критиковала Израиль в сети и на телевидении. Обвинение заявляет, что девушка специально провоцировала военных, чтобы снять на видео их реакцию и выложить в сеть. Сама Ахетт утверждает, что напала на солдат, потому что те выбивали окна в их доме и бросали газовые гранаты. Нам нужно внимание прессы. Необходимо, чтобы присутствующие видели, что делают с Ахетт. Мы не доверяем этому суду, как и этой системе, и боимся, что с Ахетт и ее матерью что-нибудь случится. За выходку Ахеттамиме угрожает недетское наказание. В обвинении 12 пунктов, включая нападение с отягчающими обстоятельствами. Если девушку признают виновной, она может на долгие годы попасть за решетку. Ее матери грозит до 10 лет в тюрьме. Следующее заседание по делу состоится в марте. До этого времени Ахетт будет находиться под стражей. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Двое силовиков попались на взятки в Винницкой области. Это начальник одного из отделений полиции, первый замруководителя прокуратуры. Они выбивали деньги из местных жителей за решение вопроса о закрытии уголовных производств. Деньги забирали посредники. Этим занимались два частных предпринимателя. Во время получения очередного вознаграждения, 3000 долларов, всех участников задержали. Эту сумму подозреваемые требовали у коммерсанта, который обвинялся в подделке служебных документов. Взрыв в Новых Петровцах под Киевом. Местный житель бросил гранату F1 в окно частного дома. Осколки разлетелись более чем на 200 метров. От ударной волны пострадали три человека. Сейчас они в реанимации. Сам подрывник получил осколочное ранение и вскоре был задержан. Уголовное производство открыто не только по статье покушения на убийство, но и относительно незаконного обращения с оружием. Стрельбой закончился еще один конфликт в столице. По данным правоохранителей, утром на улице Саксаганского во время ссоры мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета. Злоумышленника на месте происшествия задержали патрульный. Им оказался 26-летний киевлянин. Пострадавший сейчас находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает, а злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. И необычный нарушитель сегодня пролизовал работу пункта пропуска Николаевка на украинско-российской границе. Со стороны России перебежал енот. Вел он себя агрессивно, рычал, бросался на людей. Так рассказывают пограничники. Все попытки военных выгнать животное оказались тщетными. В погранслужбе предположили, что зверек страдает бешенством. И вызвали санэпидемстанцию. Там решили, что безопаснее всего будет избавиться от животного. Тушку направили на экспертизу. Так что был ли енот болен бешенством или нет, нам пока неизвестно. Проституция, порнография и запугивание. И все это под прикрытием благотворительной организации. Светлана Чернецкая с подробностями скандала вокруг международной компании Oxfam. Таких благотворительных магазинов в Британии сотни. Главная цель Oxfam бороться с бедностью. Поэтому здесь можно купить подержанные вещи по смешным ценам. Но оказывается, даже в таких магазинах, куда обращаются за помощью, самые уязвимые слои населения. Процветало сексуальное насилие и злоупотребление. Задокументировано несколько случаев, когда сексуальному надругательству подвергались дети, которые устраивались волонтерами в такие магазины. Работая так в Oxfam и за рубежом, организация направляет своих людей в страны, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Во время таких командировок тоже были жалобы на поведение сотрудников. Бывало, что за день я получала по три жалобы. В частности, от женщин, которых принуждали к сексу в обмен на гуманитарную помощь. И на отдельных сотрудников, которые позволяли себе распускать руки на рабочем месте. Сама Хелен Эванс уволилась, когда поняла, что руководство не обращает внимания на жалобы и не собирается решать проблему сексуального насилия в организации. Роковым стал случай на Гаите. Там сотрудники Oxfam помогали после землетрясения в 2010-м. И параллельно развлекались с местными женщинами на вилле, арендованной за счет благотворителей. Проституция в стране запрещена, к тому же среди приглашенных были несовершеннолетние. То, что произошло на Гаите, это обман доверия наших сотрудников, наших доноров. Это предательство тысяч добросовестных сотрудников Oxfam, которые рискуют собой, чтобы выполнить свою миссию – спасать жизни людей. Мне жаль, что так произошло, но больше подобное не повторится. Мы ужесточили правила. Больше всего вопросов к руководству организации. Факты сексуального насилия замалчивались, виновники оставались безнаказанными. Репутация всемирно известного благотворительного объединения получила сильнейший удар. А это сразу отразится на пожертвованиях, за счет которых живет Oxfam. В конце концов, без помощи могут остаться сотни тысяч нуждающихся по всему миру. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Первый допинговый скандал на зимней Олимпиаде. Запрещенный препарат выявили в анализах японского атлета Кея Сайто. Об этом заявили в пресс-службе спортивного арбитражного суда. Спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях. Сам Кея Сайто все обвинения отрицает и обещает доказать свою непричастность к употреблению допинга. Вещество, о котором идет речь, это мочегонное средство, которое используется для профилактики таких заболеваний, как глоукома, эпилепсия, а также апноэ. Кроме того, спортсмены могут употреблять этот препарат для похудения, а также для стимуляции роста мышц. И Кей Сайто знал об этом. Но раньше я за ним такого не замечал. Он никогда не употреблял таких стимуляторов. Что на карнавале в Германии делал Трамп и Ким Чин Ын? Почему фронтмен Металлики решился податься в кино? И из-за какой части тела комплексует Барак Обама? Обо всем этом прямо сейчас. Пожар на трассе. На автостраде Пекин-Харбин в Китае перевернулась и загорелась цистерна с жиженым газом. В огненную западню попало несколько автомобилей. Два человека серьезно пострадали, минимум три машины не подлежат ремонту. Автор видео, чей регистратор снял весь инцидент, и его семья чудом уцелели. Успел покинуть опасное место. Ангела Меркель, Дональд Трамп и Ким Чин Ын стали участниками карнавала в Германии. Правда, пока в виде кукол. Американского президента изобразили пытающимся разбить планету. Британского премьера в ожидании рождения Брекзита. А корейского лидера поднимающим над головой ядерную ракету. Посмотреть на зрелище пришли тысячи людей. Лидер Металлик и Джеймс Хетфилд снимятся в ленте о серийном убийце. Фильм будет называться чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный. В нем Рокер исполнит роль полицейского. Самого же маньяка сыграет актер Зак Эфрон. Картина основана на реальной истории о серийном убийце, который был арестован в 1975 году. Для Хетфилда это первая роль в большом кино. В Вашингтоне представили официальные портреты бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Художников они выбирали сами. Барак Обама признался, что попросил нарисовать ему уши меньше, чем в действительности. Картины станут частью экспозиции, посвященной американским президентам. Впечатляющий трюк за пределами олимпийских площадок в Пхеняне показал швейцарский лыжник Фабиан Бош. 20-летний атлет поднялся на эскалаторе, словно супермен, держась одной рукой за поручень и повиснул с внешней стороны лестницы. В своем инстаграме Смельчак пошутил, я все правильно делаю, дескать, он до сих пор не знает, как работает эскалатор. В Дубае открыли самый высокий отель в мире. Его высота 356 метров. В гостинице более полутысячи номеров на 75 этажах. На крыше разместили ресторан, откуда открывается панорамный вид на город. Заведение уже открыто для посетителей. Однако для полного завершения строительных работ понадобится еще 4 года. Предыдущий рекордсмен, тоже дубайский отель, на 65 сантиметров ниже. Теперь еще и двери открывает. Одна из американских компаний опубликовала видео с модернизированным четырехногим роботом. По замыслу авторов ролика, прототип предыдущей версии подходит к двери, но она закрыта. Открыть ее машина не в состоянии. Тогда на помощь приходит усовершенствованный робот. У него вместо головы клешня-манипулятор. С ее помощью он может поднимать предметы и справляться с дверьми. Керамика от Пабло Пикассо. В Музее современного искусства в Копенгагене выставили 160 работ художника. Это произведение из коллекции семьи Пикассо, а также из музеев Испании и Франции. Экспериментировать с керамикой художник начал в 1946 году. За свою жизнь успел создать почти три сотни работ. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова